Благодаря федеральным и краевым программам, а также помощи депутатов Государственной Думы Ивана Демченко и Законодательного собрания края Виктора Чернявского, сельские поселения района продолжают благоустраиваться, создавая все условия для комфортной жизни жителей. Этот год для прикубанского сельского поселения выдался плодотворным. В хуторе было построено сразу две спортивные площадки. Одна была оборудована по краевой программе «Инициативное бюджетирование». Жители предложили, администрация поселения подготовила документы, а край выделил необходимые средства – более 1 миллиона рублей. Еще около 500 тысяч – это вложения из поселенческого бюджета. В результате такого плодотворного сотрудничества появилась современная спортивная площадка с тренажерами. Бюджет местной администрации очень ограничен в средствах. У нас нет градообразующих предприятий, от которых мы могли бы получать деньги. Поэтому без вот этих нацпроектов мы бы не смогли ни построить площадки, ни сделать благоустройство какое-то. То есть, вот это основной такой вид помощи, который нам необходим, за который мы, конечно, очень благодарны. И я надеюсь, жители тоже будут благодарны за такую красоту. Несмотря на то, что на календаре зима, новая площадка не пустует. И взрослые, а в особенности дети, здесь часто занимаются. Спасибо за такую замечательную площадку. Она получилась очень удобная и красивая. Ежедневно с друзьями мы ходим сюда для того, чтобы позаниматься. Еще одна площадка с тренажерами была построена в хуторе благодаря помощи депутата ЗСК Виктора Чернявского. Сейчас ведутся работы по благоустройству прилегающей территории. Данную площадку мы решили построить по просьбе жителей нашего хутора, так как на этой стороне у нас только была детская площадка. И вот решили, что необходимо молодежи заниматься спортом. Поэтому Виктор Васильевич Чернявский очень помог нам с выделением средств на тренажеры. Было выделено 200 тысяч. И вот на эти деньги мы приобрели тренажеры для данной спортивной площадки. Ну а саму площадку мы сделали как бы своими силами. Зимой, конечно, не так много желающих позаниматься на тренажерах. Но с наступлением тепла, после завершения всех строительных работ, площадки наверняка будут востребованы. Жители Прикубанского, впрочем, как и все славянцы, любят спорт, который становится все доступнее. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа.